друзья всем привет добро пожаловать на канал решила видео начать не стандартный не с уборок не замученного в быту лица а с прогулки по нашему родному челябинску не так давно посмеялась над предложением завести канал по достопримечательностям города сказала что это невозможно так как ну их не так много для целого канала но тем не менее я хочу защитить свой город что он все равно достойный это как вообще в платье интересно получится что за чайка город последнее время последние несколько лет очень сильно преобразился он такой современный модернизированный с разными пространствами для прогулок с детьми для взрослых челябинске мужики из нашей раши не единственная гордость города действительно есть где погулять и что посмотреть поэтому конечно новый канал заводить не буду отдельные видео делать тоже но сейчас летом и очень много гуляли и понемножку я буду вам вставлять так сказать для общего кругозора еще одна новинка этого сезона то в нашем городе это плавающие автомобили ну катамаран и поэтому после мороженого пошли на них смотреть на пассажиров и водители обязательно надевают специальные защитные жилеты в случае опасности в жизни они только на катамаране могут случаться чп и хотелось бы сказать что от этого никто не застрахован но по факту люди сейчас становятся все более ответственны и страхуют себя семью и имущество вообще от любых неприятных случаев на сайте компании страховой дом вск я рассчитала стоимость медицинского полиса на себя на год сумма доступная каждому но в случае чего лечение купится более чем 100 раз сейчас практически у каждого есть автомобиль и даже если вы хороший водитель на дороге случается всякое клиенты вск могут оформить дтп в приложении за 10 минут и не нужно ждать инспектора кстати стоимость полиса я также рассчитал на сайте он оказался ниже других компаний страховой дом вск существует с 1992 года и давно занимает ведущей позиции на рынке поэтому можно доверять в общем на все случаи жизни от бытовых травм до порчи имущества можно оформить полис и спать спокойно для моих подписчиков компания сделает скидку обязательно подумайте над этим предложением по ссылке вы найдете подробную информацию о страховых случаях и вариантах оформления полиса переходите сейчас мы с вами после набережной перешли в сад камней рядом с ним находится краеведческий музей тоже можно посетить на несколько часов вы там зависнете и про южный урал ну и в принципе про быт народы традиции и рядом с этим музеем всегда находился сад камней но это были просто какие-то поросли кустов и между ними где-то валялись камни сейчас же каждый камень оформлен как отдельная достопримечательность вокруг прекрасный парк для детей и взрослых и даже временно открыли вот такой открытый кинотеатр после прогулок на набережной в парках мы зашли перекусить это уже было на кировке но снимать я не стала зашли в кафешку сели съели и после уже по пути на остановку спустились подземный переход и тоже здесь есть на что посмотреть уже с агаткой в процессе уборка да агата спасибо я уже поменяла и постельное белье так сверху накинула уже вечер покрывала у старшей постирать надо покрывала тоже буду менять и постельное белье хоть ее и нет просто поменяю потом заправлю и пусть ждет свою хозяйку про пылесосить я пылесошу частями то есть я разгребаю сначала один угол отодвигаю кровати убираю игрушки с пола внимательно смотрю на всякие мелкие бусинки которые жалко если не запылесосятся ковролинта еще видите какой тут вообще просто черная дыра все что упало все пропало уже даже не видно в общем поэтому я прибираюсь здесь зонами и вот опять же говорю если приглядеться сама увидишь сейчас очень-очень много обрезков от рукоделия девочки на вот так ты слепила кружок вот так решила оставить кадры с уборки в детской комнате агата тут рядом играла я и покупала пластилин покупала fix price за 87 рублей очень хороший он не быстро сохнет но у нас уже были баночки от другого пластилина поэтому было куда складывать как уже озвучила сейчас я буду в комнате убираться убираюсь я зонами отодвигая сначала мебель убираю все с пола пылесошу ковролин конечно требует только пылесоса хорошего потому что влажная уборка здесь по минимуму только потом уже протереть пыль в этом плане мне кажется старый добрый samsung незаменим не приходило много пылесосов на обзоры по рекламе и все-таки когда требуется именно долгая тщательная уборка с хорошим таким высасыванием я достаю samsung конечно же есть множество других марок проводных пылесосов thompson может быть panasonic я не помню какие есть этот пылесос у нас уже давно 7 лет поэтому про другие я уже и не помню и давайте пока у меня проходит такая уборка тщательная хочу рассказать небольшую неприятную историю но возможно уберегу кого-то из вас либо ваших близких от довольно серьезные ошибки которая потрепет много нервов не так давно один мой близкий родственник находился дома лежал после больничного в общем на работу еще не вышел и ему поступил звонок от девушки из пенсионного фонда но почему-то новоцарь девушка очень оказалась вежливая заботливая чуткая и сказала что произошла какая-то техническая ошибка и у моего близкого родственника списалась сколько-то лет пенсионного стажа поэтому сейчас она все быстренько поправить только скажите код он ей нужен для того чтобы как-то отредактировать близкий родственник оказался наивным чукотским парнем как говорится сказал код и лежал себе дальше спокойно и радовался что добрые люди сейчас за него все сделают так вот после того как он сказал код от личного кабинета госуслуг на минуточку и в смс это было озвучено некие люди по моему из татарстана когда я уже проверяла начали заходить естественно на его страницу сформировали два ндфл за последние несколько лет и начали отправлять заявки в разные эти кредитные и микрокредитные организации родственнику начало приходить много смс но я думаю не для того чтобы конкретно прямо сейчас оформить а для того чтобы создать такой психологический эффект что ты видишь что произошло и тебя тут хорошенько взламывают и пытаются оформить на тебя кредиты собственно о чем ему и позвонили с трех разных организаций сначала с госуслуг затем с центробанка и наконец-то с мвд звонили из самой москвы вот представляете какие заботливые сотрудники оказались в таких серьезных ведомствах я надеюсь вы поняли что это сарказм и конечно же оказались мошенники в общем родственник без задней мысли хотя вообще везде говорится нельзя давать коды сказал тот самый год аля пенсионному фонду этот код был передан дальше и затем уже мошенники вообще спокойно открыли его личную страницу в госуслугах где хранятся абсолютно все ваши данные где можно в любое ведомство подать заявку сформировать там любую справку ну и самое конечно опасное то что они могут брать онлайн кредиты вот но они пошли другим путем и начали наседать на родственника через видеосвязь по ватсапу это уже звонил сам мвд показал конечно же самое настоящее удостоверение и сказал что сейчас увидели ваши смс некая анна уже взяла на вас несколько кредитов и вот вам нужно сейчас взять один большой положить куда-то там на какой-то безопасный счет в общем вам ничего платить не придется мы сейчас с вами все порешаем но никому нельзя говорить даже сотрудникам банка здесь я думаю они уже начали воздействовать на человека путем ну какого-то гипноза как вот цыганки на вокзале вроде бы ничего такого вроде бы никаких маячков тебе перед глазами но путем разговора такого бархатного голоса и желанием помочь человек подвергается воздействию дочка бросил играть в игрушки и пришла мне помогать поэтому даже в кадре мы будем вместе так вот этот родственник поехал действительно в банк взял документы и начал оформлять на себя полтора миллиона рублей но чуткая сотрудница банка как выяснилось позже поняла что что-то не так что этот человек сейчас ведет себя очень странно она покивала головой вроде бы согласилась оформить заявку но она нам уже сказала в дальнейшем как только он ушел я заблокировала и интернет-банк и заблокировала саму заявку то есть она не было отправлено далее естественно на следующий день уже наступило прозрение даже в этот день когда к родственнику начал обращаться другой родственник с вопросами ты вообще где был и что ты наделал все на следующий день мы поехали в мфц восстановили доступ поехали в банк точно удостоверили что никакой заявки и денег получено не было и уже в мвд написали заявление конечно же мошенники на следующий день как ни в чем не бывало позвонили тут уже разговаривала с ними я послала на три буквы они причем огрызались перезванивали еще и еще я вспомнила не зря читая книжки что лучший способ прервать вот какой-то конфликт с манипулятором вести себя неадекватно я начала мяукать после того как я их отмяукала они уже звонить перестали ну и мы заблокировали как только в полиции сказали что их номер не нужен поэтому вам еще просто как напоминалочка и предупредите своих близких в общем как вы уже поняли в голомарте я купила две настольные лампы как раз была акция покупаешь одну и вторая идет за 1 рубль захотела я девчонкам организовать вот такой локальный свет чтобы вечером каждая возле своей кровати могла включить настольную лампу нужно будет только одинаковые лампочки купить теплого света чтобы глаза уже готовились ко сну а еще с помощью ламп комната получилось уютнее в ролике многие написали по поводу того что пятна на одежде вот эти черные непонятные россыпи могут быть от мыльных пузырей у нас в этом году были куплены блин единственные вот эти вот пузыри и кстати вспомнила что по моему да мы когда возвращались в новом платье от моей мамы она нашла с пузырями по моему вот эти да с этими скорее всего я хочу сейчас проэкспериментировать и посадить на какой-нибудь ненужный платок несколько капель вот этих пузырей посмотрим что будет с платком ну что девчонки я провела расследование я обмазала специально возле этой пипки держалки мыльными пузырями полотенце до который не жалко вы правы это оказались мыльные пузыри это никакая не плесень и главное после стирки эти пятна становятся черными как так до этого я взяла другие пузыри покупала в том году на разлив тоже помазываю платочек с ним было все хорошо но видимо пузыри пузырям разница потому что вот эти я покупала в детском мире маленькие и они испоганили господи и они испоганили нам одежду спасибо вам за рекомендации слава богу это не подшипники не сальники и не придется менять стиральную машинку будьте пожалуйста осторожны с пузырями через несколько дней еще я распаковала девчонкам очиститель воздуха я его не покупала на рекламу мне его вообще отдала мама но так как я сотрудничаю с яндекс маркетом то я могу любые ссылки оставлять на этот marketplace поэтому оставлю вам ссылку и на лампу настольную она кстати стоит дешевле чем голомарт и на очиститель и вот эта полка была вообще куплена как раз на яндекс маркете в детской она оказалась нужнее еще и там нашла покрывала и киевская которая у нас уже 6 лет и в идеальном состоянии в общем если еще будут вопросы то пишите я добавлю ссылки на этом мой ролик подошел концу благодарю вас за просмотр если вы досмотрели до конца то буду благодарна за лайк или дизлайк он поможет продвижению канала всем пока пока